Что вы думаете про Владимира Владимировича Путина? Я о нём не думаю. Вообще? Он вообще классный парень? Нет, как вы считаете? Ну что сказать, я помню как мы праздновали Новый год всей семьёй 2023. Мы смотрели новогоднее обращение по классике. И как только я увидел этот фон с военными солдатами и причём ужасно обрезанными головами, мне прям вот сразу захватили мозг мысли о том, как хочется, чтобы он быстрее умер. Такое время от времени у меня случается. Потом, через неделю, мне стало за них стыдно. То есть я как бы хочу, чтобы он куда-то исчез, на дачу поехал, огород копал. Но за своей должностью, за своим постом президента я его видеть не хочу. То есть тебе кажется, что он некоторые говорят, что он должен сесть в тюрьму, например, или что-то такое? В тюрьму может быть, да. Вообще, скорее всего через энное количество месяцев случится что-то наподобие у него мирского процесса, где там всё более квалифицированные люди решат. Через несколько месяцев? Да. Ничего себе. То есть до конца 2024 года? Определённо. Мне кажется, что он засиделся в власти. Но уже давно пора освободить должность президента Российской Федерации. А почему? Ну, потому что он просто нечистен, он врёт. Он не выполняет свои обещания систематические. Внеет Конституцию, подливает себе сроки, подгуляет сроки. Ну, и как бы ввёл нашу страну в такую ситуацию в состоянии поймать. Но это абсолютно не нужно. То есть вы думаете, если бы президент был другой, её бы не случилось в войне? Сложно сказать, что было бы, что не было бы. Но мне кажется, что, скорее всего, всё-таки решающим фактором того, что всё это началось, всё-таки это, наверное, угодит. Мне кажется, это человек, который отравлен от реальности. Где-то даже больной. Больной? Почему? Ну, потому что его изначальная профессия. То есть это разведчик, агент. Ну, он в КГБ работал. В КГБ работал. Его нынешнее положение, безграничная власть. Мне кажется, такие вот эти два момента, они бесследно не проходят. То есть они некий отпечаток оставляют на образе мышления, на психике. Вот. В каком смысле? Ну, это, ну, если я берём первый фактор, да, его профессия, его работа в КГБ. Ну, это же двойная жизнь. Ты же даже в общении с семьёй не можешь быть откровенен, в общении с людьми не можешь быть откровенен. Это постоянная ложь, постоянные допросы. Да. Ну, там, там, про деформация, это, там, каждый день, как сказать, профессия становится частью твоей жизни. И твоя профессия заключается в том, чтобы напрашивать людей, чтобы, как сказать, двойную игру. Да. Это, вот, страшно, по-моему, тебе. Угу. То есть это какой-то другой мир, который мне неведом, у которого я немножко даже побаиваюсь. Он очень образованный, грамотный человек, нельзя, не зря он работал в разведке, не зря он учился. И он всю эту ситуацию просчитал. И действует он с холодной головой ствердой просчёты во благо России. Но никак на свою пользу. Я думаю, что я ему завидую, пи***ь. Потому что, блин, чувак 20 лет уходит от ответственности и делает это, делает всё, что хочет, абсолютно безнаказанно. Что, например? Ну, все амбиции, которые у него есть, он реализует. И теперь система не должна быть так устроена, чтобы какой-то чувак мог вообще распоряжаться миллионами жизней ради своих каких-то амбиций. Ну, я лично, как личность, чувствую к нему, что я ему завидую. И немножко ненавижу. Угу. А ты думаешь, ему вообще есть, как бы, ты думаешь, ему дело только до себя есть? Или ему есть какое-то дело до граждан своих? Нет, я думаю, что вот эта вот фраза, типа, там, ничего, лично, только бизнес. Это просто полный бюджет. Вообще, всё, что происходит в мире, это личное всегда. Угу. Ну, и вот то, что, наверное, личное. А что, в чём, ты считаешь, его цель вообще? В чём его цель? Ну да, для чего, например, развязался он, говоря, вот эту спецоперацию, вот на самом деле, если это не для какого-то блога страны. Да, ему скучно стало. Скучно? Да, ему просто скучно стало. То есть, ну, типа, чувак уже сделал всё, что хотел, и такой, чё бы и не развязать, почему ему войну не развязать? И всё, в принципе. Что вы думаете по поводу Вадима Владимировича Путина? Каково у вас мнение о нём? Разные вопросы... Да, же... Никакого. Никакого? Никакого. Ну, то есть, я не отношусь к политике и к теме. Ну, вообще, вам как-то нравится, как, может, президент вашей страны? Мне не нравится. Не нравится? Не нравится, но как бы углубленно пояснять почему и как, вы не думаете. Мне интересно, скажем, вы как относитесь к тому, что по его инициативе началась операция? Вы как к этому относитесь? Я пацифист по своей природе, поэтому... Кто вы? Пацифист. А, пацифист. Да, по своей природе, поэтому все, что происходит сейчас, у меня это просто поняло. А так, то, что он это сделан, я думаю, это будет для его совести. И вы когда-нибудь за него голосовали вообще просто? Нет, я никогда не хотел бы голосовать, а смысл он не существует. Я его безумно сильно люблю за его внешнюю политику, мой любимый президент, я так люблю смерть, я так люблю, люблю убийство людей. Просто это... Никто его не любит. Ну, большинство людей просто плевать на него. Я думаю, что он человек пожилой. В нашей стране пенсионный возраст, мужчина, по-моему, 65 лет. Я предполагаю, что туда и будет дорога. Вы не считаете, что он справляется со своим... Конечно, справляется. Как пенсионер он потрясающе справляется. Вы скажете, что он перевыполняет свой план. Да, ну... Я все сказала. А что выдает в нем пенсионера в том, как он... Количество ботокса. Количество ботокса? Да, вколотого у него... Щечки. Возможно, он держит в заложниках. Кто? Теневое правительство. Ну, я думаю, что изначально он был неплох и довольно-таки либеральный настроен в первый год своего срока. Вот. Но... Как бы засиживание на одном месте делюсь людьми непоправимым. Вот. И люди теряют связь с реальностью. Когда они не выходят из своего кресла. Со своего трона не встают, так скажем. Вот. И все. Сначала, я думаю, это то, что Владимир Владимирович немножечко отрицает прогресс как явление и предпочитает в своей политике стагнацию. То есть, некий штамп на Европе и на ближайших границах у него есть. Потому что, как бы, в Советском Союзе это было наше государство. И он хочет, как бы, сохранять. Ну, то есть, вернуть это государство к своим границам. Хороший вопрос. Что я думаю про Владимира Владимировича? Я считаю, что это... Важный человек, который лишит сумму нашей страны. Который защищает свою родину и любит людей. Я к нему лично отношусь. Крайне негативно, ужасно. Я считаю, что, в принципе, большинство людей просто плевать. Они хотят жить своей жизнью. И их не волнует, что сейчас происходит в Украине. Вот. И по причине того, что им плевать, они, в общем-то, ничего не делают. Вот. Все мои знакомые относятся крайне негативно. У меня есть один знакомый, который от него относился хорошо. Я с ним перестал общаться. Потому что, ну, не могу я общаться с таким человеком. Вот. То, что сейчас происходит, это отвратительно. Это ужасно. Ну, я правда, я не знаю, какой может быть исход из этой ситуации. Потому что, ну, к сожалению, сложилось так, что, ну, митинги, они не работают в России. И чтобы сделать так, чтобы здесь работало, на это нужно прийти. И должны поставить его сторон. А это очень, очень сложно. А кто, если не Путин? Вот, допустим, Путина посадили. Например, такая ситуация случилась. Вот кто после него? Есть кто-нибудь на примете? Хоть Екатерина Шурман и отказывается, но ее новогоднее обращение смотреть гораздо более приятно. А вот, как вы считаете, кто, если не он, кто-нибудь мог бы править страной, если бы не Путин? Люди хотели вернуть СССР. А сейчас, как бы, только-только пытались вернуть только часть своего какого-то государства. И вот, по уши в крови, по уши в страхе и тому подобное. То есть, как бы, не получилось, но мы, как бы, мечтали. Не я, а народ, как бы, мечтал. То есть, вот еще десятники, еще живы восьмидесятники. Потому что каждый учился друг другу. Потому что, не будем забывать, что советское государство, это была идея мирового коммунизма. И людей тогда учили то, что мы должны защищать не только свою, скажем так, границу своей страны, вот, но еще и другие территории захватывать. Ну, во-первых, да, во-первых, президента, я считаю, что нужно всегда поддерживать. Ну, понятное дело, да, как бы, давнее было защищаться кто-то нашим. Но то, что делает наш президент, он защищает наши интересы. В первую очередь, который защищает наши традиции, ценности и Родину в целом. Почему до сих пор граждане в большинстве своем терпят произволов, словно говоря, одного человека, если ты так считаешь? Потому что не голодные. Мне кажется, что всех все устраивает, к сожалению. И я думаю, что кого-то что-то перестанет устраивать только когда цены на какие-то супер базовые продукты станут настолько, типа, невыносимо огромными, что там, типа, ты день работаешь и купил себе чисто, там, курицу одну и все. Вот тогда, наверное, люди станут, когда люди станут голодать, прям голодать, может, наконец-то поймут, что, как бы, его действия напрямую влияют на их желудок, короче говоря. Ага. А кто, если не Путин, на твой взгляд? Кто угодно. Я бы сказал, что президентом вообще должен быть человек, на которого могут влиять очень многие люди в стране. То есть я хочу сказать, что президентом может быть кто угодно, потому что этот человек, который просто выполняет функции запроса общества, он просто должен это делать профессионально. И, как бы, так что угодно может быть, типа, нет никаких критериев, кто должен быть президентом. Типа, это вообще без разницы. Главное, чтобы внешние силы, они не имели влияния на президента, а внутри страны, люди, которые в ней живут, они имели на него влияние. Вот тогда все будет хорошо, и все. А вот за Навального, скажем, ты бы проголосовал, если бы была такая возможность? Ну да, я думаю, что он один из самых сильных политиков. Не то, чтобы я, прям, мне не симпатизируют его политические взгляды, но я понимаю, что, кроме него, наверное, из оппозиционных сил нет никого более популярного и сильного. Я, например, не готов получить перевлог. То есть мы все прекрасно понимаем, что если мы сейчас пойдем на АААА, то там стоят люди на этих АААА, и они очень мертвые. То есть если вы готовы, пожалуйста, идите, но это, как говорится, не гвоздями по площади свои яйца прибивать, да? То есть если вы готовы словить плюро, пожалуйста, идите. Но я еще немного хочу пожить. Мне кажется, это один из тех царей, кто давно не был в народе. То есть он как-то выходит время от времени, ребенка поцелует, солдат в больницах навестит. Но все это так официозно, театрально и бессмысленно, что это не имеет смысла. Стать катализатором для развала России Владимир Путин – это человек, который делает больше всего для развала России. И, в принципе, вот в нашем медиаполе это самый главный человек. Вот всякие Галкины, Мурганты, они, наоборот, не хотят защитить Россию. А действия Владимира Путина – они подталкивают Россию к ее развалу. А думаете, он создательно это делает или нет? Я думаю, у него есть какая-то идея фикс. Вот. Возможно, это там, я не знаю. Может, он реально думает, что там нацисты сидят. Может, он думает, что они, либерально настроенные украинцы, могут образумить россиян. Ну, то есть, формально, наверное, он не осознает, что он делает плохо. У него просто есть какая-то идея фикс в голове, которую он, в общем-то, пытается реализовать. Вот. Сложно сказать. Мне кажется, он в целом как-то потерял связь с реальностью. И адекватно оценивает не благосостояние страны, не благосостояние населения. Не заботится, мне кажется, о каких-то множествах своего народа. Как преследовать какие-то личные амбиции, видимо, уже не может измениться. Я думаю, что он действительно имеет в виду некоторое благо. И я даже не буду говорить про элиты. Я буду сказать, что векторатом Владимир Владимирович избрал пенсионерок. И они действительно его очень любят, можно сказать, благотворят. И он позволяет им жить в том же качественном измерении, что и в Советском Союзе. Как вам кажется, им не двигает, в том числе, желание, чтобы его конкретное имя осталось в истории как какого-то великого человека? Ну, если даже не двигает, это его право. Только приветствую. И он останется, и заслуживает. А вот, по сути, у нас сейчас некоторые говорят, что президент действует вообще независимо от интересов граждан. А когда-то он действовал в интересах людей. Но он просто, по идее, должен был бы так действовать. По-хорошему. Да. По идее, многое должно происходить иначе. А вы думаете, это не от нас зависит, не от нашей пассивности, что у нас человек, которому как будто бы все равно на мнение граждан? Вы имеете в виду то, что он должен выходить на митинг? Да, как вы думаете? Я считаю, что, к сожалению, наши страны не работают. Я не считаю, что это мерой того, чтобы нас услышали. Потому что, в конечном итоге, этих людей забирают их назад. И они, к сожалению, страдают. И, условно, остаться без кормильца семьи или без маленьких ребенка тоже не есть больше. То есть нам остается только терпеть, условно говоря? Да. Мне кажется, у каждого из нас есть какая-то зона ответственности, за которую мы можем отвечать. Условно, вы можете помогать друг другу. Либо вступать в ряд добровольцев, не знаю, или поддерживать кого-то как-то психологически, ментально. Так, если сосредоточиться на этом, не думать обо всех, вы все равно не сможете обо всех поговорить.